Итак, коллеги, добрый день. Начинаем пресс-конференцию под названием «Итоги антикоррупционного форума. Дальнейший план действий и руху за учищение на Харьковщине». Наши спикеры сегодня представят результаты работы антикоррупционного форума в Харькове в формате «Мировое кафе», презентуют принципы и организационную структуру руху за учищение на Харьковщине и план действий в краткосрочной перспективе в рамках деятельности антикоррупционной инициативы. Наши спикеры сегодня Михаил Камчатный, координатор общественного движения «Либеральная инициатива», Надежда Савинская, глава Харьковской областной ячейки партии «Демальянс», Евгений Лисичкин, сооснователь Харьковского антикоррупционного центра. Добрый день. Пожалуйста, Михаил, вам слово. Добрый день всем. Я хотел бы от Дмитрия Булаха передать извинения. Он попросил извиниться от его имени. Завтра будет сессия Харьковского областного совета. Там несколько вопросов, которые еще не подготовлены, поэтому он сегодня не смог присутствовать. Добрый день, уважаемые журналисты. Спикер нас, ведущий, озвучил о наших целях нашей сегодня пресс-конференции. И первым блоком у нас идут результаты антикоррупционного форума, который прошел у нас в Харькове 18 января. Многие из вас, которые присутствовали на нем. Итак, свой блок я разобью на две части. Краткая информация в целом о форуме, больше статистическая. А также расскажу о результатах так называемого мирового кафе, которое проходило перед началом официальной части форума, начиная с полпятого до шести вечера. Итак, вы можете более детальную информацию подробно увидеть в пресс-релизе, а также в дополнение пресс-релизу, который можно взять на входе на столе. Итак, несколько слов о общей статистической информации о самом форуме. Значит, всего на сайте форума зарегистрировалось 2717 человек, которые представляли 207 населенных пунктов. Вы можете увидеть первую десятку, где было наибольшее представительство от тех городов, которые приняли участие в форуме. Как видим, основная масса, естественно, это харьковчане, дальше киевляне около 100 человек, Днепропетровск, Одесса и Запорожье. То есть мы видим, что форум, можно отметить, имел такой немножко оттенок региональности, так как близлежащие города, мы видим, также были представители. Среди Харьковской области наибольшее количество людей было из Богодухова и Мериевы, 28-22 человека. Значит, если говорить по категориям, то мы видим, что наибольшее количество было представителей общественников, активистов, было около 2000 человек. Также просто обычных граждан, это около 1000 человек. И предпринимателей, и представителей бизнеса, 744 человек. В самом форуме в день проведения его зарегистрировалось больше 2750 человек. Мы это посчитали по количеству розданных бейджов, мы их подготовили, это количество. Но по той информации, что была и то, что мы видели, людей было больше, так как те, кто опоздал, не получил свой бейдж, они также принимали участие в работе форума. По поводу финансов, то есть наиболее задаваемый всегда вопрос, значит, это связанное с финансами. Итак, 2717 человек, которые зарегистрировались на сайте, 367 сделали добровольные взносы. Из них в самом форуме приняло участие из тех, кто сделали взносы, 149 человек. То есть мы видим, что ряд людей внесли пожертвования, но не принимали непосредственно участие. Было всего собрано почти 300 тысяч гривен. Однако два платежа на сумму около 60 тысяч гривен были, вернули их, так как источники, значит, их вызывали сомнения. Поэтому решение было принято о том, чтобы вернуть эти деньги. Собственно, мы вложились, даже остался небольшой излишек, который будет направлен на другие мероприятия. Ну, в частности, я думаю, на форум, который сейчас будет организовываться во Львове. Итак, вот как бы краткая информация статистическая в целом о самом форуме. Теперь о результатах работы светового кафе. На самом деле этот формат, он носил такой достаточно инновационный характер именно для Харькова, так как проводился в таком быстром режиме мозгового штурма. Та методология, которая использовалась, она была предложена из оргкомитетов Киев, в частности, организации Новокраина, которую и модерировал Валерий Пекарь. Надо отметить, что помимо того, что было проведено 18 января, мы через неделю также собирались вот в этом помещении, за что хотим поблагодарить центр, инфоцентр. И дорабатывали, уже окончательно отрабатывали те вопросы, вычищали, которые вы можете видеть в этом файле, который представлен в тех дополнениях, более детальную информацию о тех идеях и предложениях, которые прозвучали и которые, на наше мнение, имеют перспективу для продвижения дальнейшего. Это они представлены на сайте форума, вы более детально можете о них и знакомиться. На самом деле, ну, кафе было условно тематически разбито на шесть тем, они здесь представлены, вы видите, и по каждой теме, значит, люди, которые принимали участие, они набрасывали свои идеи и предложения. После обработки мы увидели, что есть две группы вопросов, и мы условно их разбили на две темы. Одна тема – это то, что мы можем уже сделать сейчас, то есть то, что может непосредственно сделать общественность, каждый гражданин может делать. И второй блок – это вот то, что необходимо системных изменений, в первую очередь, изменений законодательства. То есть мы разбили это в отдельную группу, и в результатах, наиболее самые интересные, которые мы здесь вам раздали, вы можете увидеть вот перечень тех идей и предложений, которые прозвучали на форуме, и которые мы считаем, что у них есть перспектива для их развития. Ну, еще раз, результаты коллективной работы более подробно можно найти на сайте, там же представлена презентация слайдов вот этой работы. Милости просим, заходите, выкачевайте, используйте в своей повседневной работе. Дальше я слово передаю надежде, которая представит принципы организационной структуры «Руху за очищением». Всем доброго дня, рада всех видеть, дякую, что пришли и дякую, что цікавитеся антикорупційными процессами на Хриківщине. И, отже, что хочется сказать, после того, как в Харкове пришел, вважайте, третий форум антикорупційный, «Рух за очищением» начали интенсивнее кроковать страну и разгортать свою деятельность. Зараз ці процеси запущені по всій країні. Нам з вами трошечки більше пощастило, ніж іншим, через те, что у нас пройшов форум, і ми вже маємо там певне коло організацій, які брали активную участь, певних зацікавлених осіб і так далее. Тому ми найперші з регионів, хто презентує вже зараз ініціативну группу. Що хочеться сказати? Що таке ініціативна група руху за очищення і з чим все це пов'язано? В перший момент важливо розуміти, що ініціативна група працює, і весь рух за очищення працює, грунтується на кількох важливих принципах. Найперший з них – це принцип відкритості. Ми хочемо наголосити, що наша ініціативна група або рух за очищення сам по собі не є якимось таємним суспільством або закритою групою. Ми відкриті до приєднання, до об'єднання всіх здорових середовищ, які відповідають знов таки мною названим принципам. Далі крокуємо по принципам. Принцип взаємної поваги. Ну, я думаю, тут пояснювати не треба, тобто всередині всі організації, які співпрацюють, мають поважати один одного. Далі ми говоримо про принцип колегіальності. Тобто всі рішення приймаються всіма організаціями, які входять в ініціативну групу, і переймаються колегіально і консенсусом. Далі. Принцип відповідальності. Принцип відповідальності ми взяли за основу того, щоб кожна організація, яка долучається, має брати на себе певну ініціативу, певний напрям роботи в РУСі, в діяльності руху, і, відповідно, виконувати цю діяльність, впроваджувати її в життя. І, звісно, принцип, про який вже сьогодні говорив Михайл, це принцип фінансової прозорості та незалежності від олігархічних груп. Ну, і, як ви бачите, цей принцип вже працює на практиці, згідно з наших фінансових звіт. Далі ми хочемо сказати про те, що учасниками коаліції, учасниками ініціативної групи можуть стати всі бажаючі середовища, громадські організації, політичні партії, всі, хто розділяє принципи руху і, відповідно, розділяють ті тези, які ми прописали у цьому маніфесті. Цей маніфест вже підписали сім організацій, як громадських, так і політичних. Ці сім організацій – це ті, хто активно долучився до процесу діяльності і створення антикорупційного форуму в Харкові. Відповідно, тут стоять підписи голівців організацій, представників. І ми сьогодні зініціювали ці сім організації, зініціювали цю прес-конференцію і далі запрошуємо всі здорові середовища до співпраці. І хочемо сказати, що зараз наша організаційна структура, діяльнісна структура, механізми прийняття рішень, передачі правоголосу і так далі знаходяться в розробці. Ми активно дискутуємо з цього приводу. І хочемо сказати, що в найближчий час ми зробимо відкриту зустріч для громадськості, політиків, на якій зможемо, можливо, обговорити більше або запросити тих, хто хоче безпосередньо долучитися з певними своїми ініціативами, баченням розвитку і розгортання руху. Вже зараз, якщо ви готові, можна долучитися до діяльності ініціативної групи. Як це зробити, це також сказано тут в прес-релізі нашому. На сайті антикорупційного руху antikor.org.ua є окрема вкладочка «Приєднатися до руху». Там є анкета, яку ви заповнюєте, і ми з вами зв'язуємося. Тобто ці дані потрапляють до нас, і ми можемо з вами зв'язатися і, відповідно, запросити і далі продовжувати співпрацювати. У мене все. Якщо будуть деталі, запитання, то далі. А я передаю слово Євгену Лісічкіну. Що раз всім добрий день. Я розкажу німножко о тих перших шагах, які ініціативна група Харкова і Харківської області руху за очищення наметила для розвитку руху за очищення. Дякую за перегляд. Такі, як Чугуев, Ізюм, Лазовая. Вполне, ми считаємо, можуть принять такі регіональні форуми руху за очищення, на которых буде багато проговорено, намечені пути развития і борьби з корупцією в регіоні, в Харківській області. Другий пункт, який ми наметили для себе, – це создання і розпространення в достатньо большому тираже доклада «Кернес-коррупція», який був в жатому варіанте представлен 18-го числа на форумі антикоррупційному. Також те теми, які прозвучали на антикоррупційному форумі 18-го числа, також планируються по ним доклади, але чуть позже. Другий момент, який ми проговаривали, і йде як ідея, якщо дозволить достаточне фінансування, – це создання печатного СМІ, печатного бюллітня з большим тиражом, рассчитанного на розпространення на вулицах города. Також вже существує на сьогоднішній день в Харківі проєкт «Благодинець в освіті». Ми хочемо… В законному руслі. Да, в законному руслі. Все понимають, що не тільки в Харківі це є проблема, по всій Україні, якби незаконна благотворительність, в тому числі і в медицині, тому… То, що в народі називається поборами. Да, «Благодинець в освіті і в медицині в законному руслі – це те проєкты, які також Рух за очищення наметил для себе для розвития. І та тема, яка вызвала достатньо широку дискуссію вже після антикоррупціонного форума. Вовремя презентации було презентовано то, як получалось по кооперативной схемі земля в городі Харківі, начи з 2008 по 2015 год було виделено бесплатно 815 гектарів землі. Це ініціатива Харківського антикоррупціонного центру і Руха за очищення підтримана, о відмені тех норм в земельному кодексі і в законі України про кооперцію, які позволяють вообще кооперативам бесплатно получати землю. Так як создання кооператива і потім строительство жилого дому простым українцям, безусловно, простым харьковчанам – це не по карману. На сьогоднішній день є норма земельного кодекса, яка предполагає получення землі фізично особи в той площади, яка зберілена законодательством. То, що получають кооперативи, фейкові, так скажем, які являться по сути строительними компаниями, але получають бесплатно землю, потім реалізовують в домах вже квартири по рыночному стоїму. Тому наша ініціатива – це отмена кооперативной схеми, вона существує не тільки в Харкові, вона существує по всій Україні. Благодаря неї був розроблений лесопарк в Харкові, получає бесплатно землю, потім перепродавалися фейковими кооперативами, фізичним лицам – це земля, і там сейчас і дом Михаила Добкина, і многих других, так скажем, известних харьковчан. Також із ініціатив вже не регіональних, руха за очищення, а національних, які були озвучені на форумі, це збор підписів в електронному віде за відставку нынешнього кабінета міністрів. Ви знаєте, що сьогодні також відбувала громка відставка по собственному желанню Айвараса Абрамовича, кабінет міністрів України, так скажем, перебуває в большому кризисі. Також це відставка генпрокурора України, збор підписів, мільйон підписів. І ініціювання, создання нового состава кабінета міністрів і генпрокурора, але вже на конкурсній основі. Це перші шаги, так скажем, які ми наметили для себе ініціативна група «Руха за очищення». Спасибо. Евгений, спасибо. Колеги, пожалуйста, вопросы. Поднимаємо руку, микрофон. Що, ні у кого вопросов нет? Тогда заканчивай. Да, пожалуйста. Так, быстро. Капилєвич, організація «Моральна ініціатива». Скажіть, пожалуйста, в связи с тем, що щас обсуждается вопрос нового кадміна, ініціативна. наше відваження. Міху Саакашвили. Можемо відповідати? Ну, я скажу... Да. Ми ж сказали на конкурсній основі создання нового кабінету міністрів. Якщо на конкурсній основі Міху Саакашвили буде відповідати должності, яку він буде мати жилання визгувати міністерство, або прем'єр-міністром стать, то... Я додам. Друзі, ми маємо розуміти, що ми відстоюємо інтереси непевних олігархічних груп або певних особистостей. Та ми не можемо применшувати роль пана Саакашвілі в цьому русі. Ми не можемо применшувати ролі якихось історичних особистостей, політичних діячів. Але ми говоримо про те, що наша задача – зламати систему. Ми зараз бачимо, що особистості прийшли до того ж кабінету міністрів, той же Шабрамович, і так далі. Прийшли той же квіт, якого, в принципі, як міністра багато хто поважає. Приходять люди і уходять. Тому що, як особистості, вони не справляються з системою, тому що вони поодинокі особистості. І наша зараз задача – змінити правила гри. Не під когось конкретного, а змінити їх для народа, для того, щоб була справедливість і в цілому. Дякую за очищення. Пане Дмитро. Добрый день, Дмитрий Овсянкин, журнал «Аналитики». У мене такий питання, він длинний буде німножко. Смотрите, то, що ви говорите, все дуже добре, але ви, як правило, говорите о локальних проблемах в сфері корупції. І почти ні разу, ну, чи дуже редко, я слышу от вас, от ваших колег, о том, що у нас одновременно работають два взаємоисключаючих закона. Ну, це часто буває. По одному закону можна, по второму нюльзя. Це поле для корупції. У нас во многих законах є така штука, вот закон говорить то, 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 а потім йде, кроме случаев, і перечисляється на 10 страниц ісключення із закона. Це тоже поле для корупції. Чому я редко слышу, щоб поднималась тема пересмотреть уже существующее законодательство на предмет корупціонной составляющей в тексте хотя бы основополагающих законів. можна бороться с фондами, о которых ви говорите, принудительна благотворительність, але поки закон позволяє, чи говорить, що кроме случаев таких-то це можна чи це можна, але все одно буде. Вот системний подход к пересмотру действуючих законів предполагається ли, і якщо предполагається, то, когда і якими силами? Силами каких спеців? Спеціалістів? Благодарю. Якщо ви посмотрите на результаты роботи Мирового кафе, то ми не зря їх розбили на два блока, то есть локальний, в основному, проект іниціативи, і системний. То есть, ніякі идеи ви там можете увидеть, посмотреть. І я действительно согласен, що большинство проблем, які у нас возникають з теми корупції, вони зв'язані з тем, що вони заложені в законодателість. Поэтому одним із направлений, естественно, ми выбрано, в тому числі, і всеукраїнської коаліції, це змінення законодателіства, а точніше, може ліквідація даже тих ініх законодателістів, законів, які розширюють функції государства. Якщо ми розуміемо, корупція там, де є бюрократию, де чиновник, там, де є частна сфера, де нет чиновника, там і немає корупції. Тому, в основному, в основу ложиться сейчас то, що вже наработано є в рамках такі, ну, оргкомітет, назовемо, київського, це одеський пакет реформ, який, в першу чергу, направлено на те, щоб дати економічну свободу, т.е. убрать государство з сфери деятельності предпринимателя, там же заложені і причини тих корупційних дійствів, які у нас зуществують. Со своєї сторони, ми видим, що ідеї, які були освіщені в рамках мировогов, також імають розвиті, і ми далі планируємо розвивати цю тему, розвивати ці направлення, і, можливо, условно говоря, ми підготовимо свій харківський пакет реформ, де ми будемо конкретно предлагати либо отмену тех или иных законодательних нормативних актов навсегда, раз і все, либо какие-то предложения, связанні з измененням законодательства, для того, щоб уменьшити влияне чиновника на те или иные сфери жизнедеятельности человека, в тому числе медицині і в образовуванні. Я прошу прощення, небольшое уточнення. Вот Ваші наработки будуть на общому сайте антикоррупційного форума, или Вы будете их выкладывать как-то... Они уже там. Они уже там. Нет, вот то, что сейчас результаты, они уже там. Вы можете заходить их выкачивать. А новые наработки Вы уже будете туда выкладывать? Я думаю, что да, потому что есть смысл, что если эти изменения являются национального уровня, то есть касаются системных изменений, то не должны мы ограничиваться условно говоря Харьковским регионам, пусть с ними знакомятся и в других областях Украины. Елена Львова, Интерфакс Украина, господин Саакашвили на форуме говорил о том, что начнется в ближайшее время сбор миллиона подписей за изменение правил игры. Я выходила, но, насколько я слышала, господин Лисичкин тоже говорил об этом сборе миллиона подписей. Скажите, пожалуйста, начался ли сбор подписей? Сколько подписей собрано? Как звучит формулировка точно? Под чем люди подписываются? Где можно подписаться? Лена, спасибо за вопрос. Сейчас первоочередным стоит розгортание руку по регионам. То есть сейчас я сказала о том, что Харьков мы быстрее, потому что у нас был форум. Мы сейчас ждем другие регионы, ждем, чтобы они организовали инициативные группы, потому что скорее всего сбор подписей мы планируем не только электронный, но и живой. Для того, чтобы собрать живое, соответственно, нужны активисты на местах. Вот после того, как будут собраны инициативные группы, они в ближайшую неделю будут скорее всего сформированы. До конца недели я знаю, что процесс уже по многим регионам идет установочный. И также планируется большой тур по стране со спикерами и мы планируем по Харьковщине отдельно в областные центры заехать. Соответственно, в города областного значения. Соответственно, мы хотим презентовать рух и будем там же собирать подписи. То есть формулировки пока нет? Да, формулировки на данный момент нет. По подписи на них? Да. Андрей Каченко справж не варто. Пытание дуже простое, чи было уже место внутренним конфликтам в Руси. Потому что ходили чутки, что одна громадская организация де-факто уже была отстранена от действия руха. кто ответит? Миша? Я могу ответить. Ну, слухи на то, они слухи, проверять, перепроверять. Мы открытая абсолютно инициативная группа, как уже сказали. Кто разделяет те принципы, которые Надежда озвучила, пожалуйста, вход открыт. У вас организация изготовлена? Нет, никого, специально, искусственно не отстраняем. Усі 7 организацій з инициативної группы тут є підписи. Це ініціатори процесу, активні учасники організаційных питань форуму підготовки. Відповідно, це тільки початок роботи. Смотрите, я как бы немножко два слова добавлю о том, что вокруг идут разговоры там и так далее. Ну, из той ситуации, что внутри, я для себя вижу, ситуация следующая. Нужно понимать, что это объединение общественно-политическое, туда входят общественные организации и политические. Для мене, например, такой формат коалиціонний, он впервые, поэтому мне самому как бы интересно, я вижу уже первые проблемы, там, где возникают при общении, это то, что есть политические вопросы, а есть вопросы, которые необходимо занимать общественные организации, они не хотят политизировать эту ситуацию. Иногда многие это воспринимают достаточно близко к сердцу, либо они смотрят на то, что вот я считаю, что необходимо так, поэтому давайте делать так. Я вижу, что на данном формате, как бы, после прошествия форума, этот процесс идет, он идет с притиркой, возникают какие-то локальные конфликты, но они не несут такой вот особой проблемы и не выносятся это. я не считаю, что эти проблемы какие-то важные и необходимо их вообще обсуждать. Надо отметить, что оргкомитет в Киеве, когда проводился форум в Киеве, там тоже сначала, изначально было много организаций, представители, все ходили, все били себя в грудь о том, что они принимают участие, но по прошествии форума, по прошествии времени, когда выяснилось, что организация взяла на себя определенные обязательства, просто их не выполнила, ну что можно сделать, ну не выполнил человек и больше не приходит. Возможно вы это имеете ввиду. Можно уточнение, дополнение к этому вопросу. Вчера и позавчера в Фейсбуке развернулась публичная полемика между ассоциацией частных работодателей с одной стороны и господином Болохом и Черняком с другой стороны. Насколько это серьезный конфликт, насколько он может повлиять на работу вообще движения за очищение? Спасибо, Лена. Представитель антикоррупционного центра. Ассоциация частных работодателей была тоже в числе организаторов, инициаторов, координаторов. Они здесь есть и в подписантах манифеста. Да, этот вопрос обсуждался в середине оргкомитета, а Женя скажет мнение центра по этому так как среди подписантов ассоциация есть харьковский антикоррупционный центр, значит конфликт вполне решаем. Даже тут нет конфликта какого-то не было. Тут была разная интерпретация двумя организациями. То, что сказано было на форуме 18 числа. Была, так скажем, мотивировочная часть решения суда, была результативная. Кто-то захотел увидеть только результативную часть решения суда, кто-то захотел увидеть полностью решение суда. Харьковский антикоррупционный центр во время выступления со-координаторы Игорь Черняк и Дмитрий Булах никого не обвиняли. Там было лишь сказано о том, что существует в городе Харькове кооперативная схема и кто получал землю по ней. Так скажем, те люди, которые были на слайде, это люди наиболее известные. Это не значит, что это люди, которые подчиняются Кернесу или из ближнего окружения. Поэтому тут какого-то конфликта даже и близко не может быть. Он назывался чиновником в докладе? Хотя на момент получения земли он назывался кручим чиновником? Он на момент в докладе 18 числа там не прозвучало о том, что Михаил Харьков был чиновником на момент получения кооператива, бесплатное пользование двух гектаров в лесопарке. Там было сказано о том, что просто чиновники бывшие, нынешние пользовались данной схемой. Ну, друзья, самое главное, что мы можем находить общий язык и здесь эти две организации являются подписантами манифеста. То есть работа продолжается, а мы понимаем, над чем нужно работать, скажем так, дальше. Я бы тоже, Лен, внесла бы маленькую добавку, потому что среди подписантов есть Харьковская иллюстрационная палата, которая тоже является, в общем-то, косвенно участником этого спора. Я хочу подтвердить, что действительно у нас нет разногласий, мы умеем находить общий язык, это не помешает нам сотрудничать и работать дальше, а по сути тот конфликт, что является конфликтом по сути, это точно будет рассматриваться, вообще не влияя на общую работу в Рухе. Резан Светлана, Харьковская общественная иллюстрационная палата. Коллеги, пожалуйста, есть ли еще вопросы? Последний от меня, можно? Вот у меня было, я был дома, болел гриппом, не мог попасть, а очень хотел. Я смотрел стрим, и вот у меня было ощущение, что это такая гигантская избирательная компания. Как вы, ваши впечатления вот по поводу моих слов, что скажете? Миша? Ну, я выскажу свое мнение. На самом деле, люди, которые, то есть, почему, допустим, ну, условно говоря, наша либеральная инициатива присоединилась, вот, ворохкомитет вошел по организации форума. На самом деле, если мы касаемся политической стороны, то давайте быть объективными, то есть, Саакашвили, он является, как бы, таким локомотивом этого всего движения, и я для себя вижу, и мы, как бы, наши, ну, ребята из либеральной инициативы, что это единственный, как бы, наш шанс зацепиться за окно реформ, точнее, продолжить их реформы, точнее, начать те системные реформы, которые у нас, к сожалению, так и не было. Мы видим, что последние два года главным препятствием этим проведением даже каких-то хоть локальных косметических реформ является коррупция, причем во всех сферах, там, где у нас участвуют, там, принимают решения чиновники, бюрократы и так далее. Поэтому, соответственно, мы пришли сюда, соответственно, здесь логично, да, присутствуют политические организации, которые каждый преследует там свои какие-то интересы. Надо понять, что вот все вот те конфликты, которые там внутренние, они на самом деле решаемы, но основное это то, что есть политические организации, есть общественные организации. простите, я уточню, избирательная компания не всех, а конкретно одного человека. Да, я думаю, что вопрос, вопрос о том, что это, несмотря на то, что многие, кто участвует в оргкомитете в Киеве, там, заявляют о том, что вот они видят, там, создание новой политической партии, это их видение личное, то есть они для себя, задачи, которые, ну, при общении Саакашвили, он не ставит на этой цели создание политической силы, это нужно понимать, то есть лично он, да, а каждый, кто входит в эту коалицию, либо политики, они видят по-своему, например, Надя может рассказать, что, как видят демальянс. Просто в твиттере вже пішли таки чутки, значить, там, хтось опубликував твит, нібито його в Киеві на вулиці зупинили і почали питати, ну, соцопитування, там, згідно їх політичних ободобань. І десь близко там в питаннях стояло прізвище Саакашвили і лідера демальянсу Василя Гацька. І, значить, пішли чутки, що Саакашвили розглядає демальянс, там, як силу, з якої там, і так далі і тому подібне. Ну, я скажу, що, знов таки, це чутки, от, абсолютні. Ситуація така, що, якщо ви проаналізуєте все, що говорять спікери, різні, ті, хто долучається до антикорупційного форуму, вони іноді говорять реально різні речі. Тобто, хтось бачить так, хтось так, вони говорять своє бачення. Єдине, в чому всі згодні, це в тому, що, ну, треба щось міняти, так, отак от. І, на мій погляд, навіть, чому я пішла в політику? Через те, що єдиний механізм змін, це реально владні повноваження. Якщо у тебе немає владних повноважень, ми можемо під стінами, там, Верховної Ради стояти, протестувати, але ми нічого не змінимо. І виходить, що, звісно, що певні ініціативи, вони будуть набувати, ну, знов таки, політична ініціатива, зміна уряду. Якщо рух ініціює, там, зміна уряду, політична ініціатива, це судо. А вже приймати участь в виборах, ну, такої задачі на зараз не стоїть. Абсолютно не стоїть і не розглядається, я скажу чесно. Якщо, як демальянс, якщо вибори будуть, там, в цьому році, звісно, партія буде приймати в ньому участь. Створить Михаїл Саакашвілі свою партію, ну, це треба питати у нього. Ми, як учасники зараз руху, ми реально розглядаємо цей рух, як суспільно-політичний, виключно, так, як громадсько-політичний. І ставимо конкретні задачі. Політичні задачі, серед цих задач, теж є. І це правильно, на мій погляд. Через те, що політична система, влада, потребує знову перезавантаження, тому що, то було так, пожартували, а не перезавантажили. Дякую за перезавантаження, розповідальний. Дякую за перезавантаження, логику, яка закладувалася в організацію форума. О логіях було следуючим, і ми об цьому говорили ще раніше, що Харків є продовженням форума київського, на якому було заявлено о созданні, якщо в конце був зачитаний, я не помню, меморандум или манифест о том, що формирують. Харківський форум розсматривався вже як презентация направлений, деятельності цього движення. Соответственно, він строїться з логіки следуючої, дати можливість первій панели выступити лідерам мнення всеукраїнського уровня, зарядити публіку, затем презентувати само движення, то, що було осуществлено, ну і третій блок, логично, був, конечно, Харківський. Вот, поэтому тут нет никаких-то, ну, вот таким образом строилась, как бы, эта панель, условно говоря, панель при презентации форума, а до форума была, например, работа в групах, которая, кстати, в Києві была после основних пленарних выступлений. Спасибо. Спасибо большое. участникам, спасибо за то, что вы рассказали, и будем следить за развитием событий. Добавил субтитры,